всем привет друзья с вами канал близкие меня зовут влад и сегодня видео будем с вами смотреть юсб конденсаторный микрофон от компании фай файн который я заказал на сайте алиэкспресс на самом деле я уже давно посматриваю в сторону юсб микрофона чтобы миновать вот эту связку внешней звуковой карты и микшерного пульта чтобы просто можно было всунуть микрофон в юсб порт и начать работать и вот такое вот решение от компании фай файн я нашел и решил заказать так что давайте смотреть что ко мне приехал в общем вот в такой вот коробки поставляется наш микрофон файн файн технологи и просто белая коробка здесь она немножко коснутая но надеюсь содержимое у нас целая довольно таки увесистая штучка не давайте смотреть что у нас там внутри а по а внутри у нас всяческие бумажки на встречает сверху у нас идет инструкция по эксплуатации на английском языке вот такая вот красочная со всяческими картинками что и как куда и где устанавливать вообще этот принципе микрофон у нас должен быть plug and play ный то есть в сумму и начал работать написано также здесь что она хорошо работает именно с ауди сити как раз на ней то я и буду это все дело проверять в общем вот такой вот буклетик у нас с инструкцией далее в коробке у нас находится сам микрофон он здесь у нас с таким вот юсб проводом довольно таки длинным судя по всему насколько он скручен сейчас давайте смотреть на самом деле довольно таки длинные не знаю сейчас если его сложу так вот да здесь наверное то так в четыре раза его если сложить то вот он вот у меня в объектив влазит здесь короче где-то около двух метров с такой длиной провода вполне себе нормально можно дотянуться до задней панели с разъемами вашего компьютера на самом микрофоне у нас только одна аналоговая крутилка это собственно у нас регулировка громкости больше никаких элементов управления на данном микрофоне нет также в комплекте с данным микрофоном в коробке еще лежит вот такая вот стойка для микрофона такая тренога ничего не такого замороченного нету просто обычная тренога на которую у нас накручивается сам микрофон в общем накрутил я комплектную стойку на микрофон вот так вот он принципе должен стоять у вас на столе работать в любом случае стойка которая идет в комплекте она конечно не совсем удобная но зато она идет в комплекте То есть вы сразу этим микрофоном можете непосредственно пользоваться. Я считаю, это очень и очень удобно. Пока вы, допустим, себе закажете какую-то новую микрофонную стойку, вполне себе можно использовать комплектную. А технические характеристики нашего микрофона следующие. Частотный диапазон здесь от 20 Гц до 20 кГц. Чувствительность минус 34 дБ. Сопротивление нагрузки до 1000 Ом. Мощность питания нашего микрофона 5 Вольт. Весит он 540 грамм. Работает, как я уже сказал, данный микрофон по технологии Plug and Play. То есть вставляете в компьютер и работаете. Больше ничего, никаких драйверов не нужно. Также хочу заметить, что данный микрофон не требует источника фантомного питания 48 Вольт. Ну что же, больше мне по данному микрофону, по сути, говорить-то нечего. Внешний вид у него самый-самый простой. Давайте уже его подключим и послушаем, как он работает, как он пишет. Это же самое главное, для чего нам и нужен данный микрофон. Так, ну что же, друзья, я, собственно, сейчас буду подключать в свой USB-хаб данный USB-микрофон. Как бы это тавтологично не звучало. И мы с вами будем сейчас пробовать это записать. Для такой вот более удобной регулировки звука данного микрофона, звука, который он будет захватывать, я его поверну к себе, чтобы можно было регулировать и смотреть, на какой громкости он будет у нас записывать. Также параллельно я записываюсь на петличку Aputure Alaw, на которую я, в принципе, всегда записываюсь через диктофон от компании Sony. И сейчас мы сравним, собственно, как пишет петличку и как пишет данный микрофон. Сейчас я запущу Audacity, и мы с вами посмотрим, как это все дело будет работать вместе. И здесь у нас, где нарисован микрофончик, нужно выбрать, вот у меня стоит UA1G. Это, собственно, моя звуковая карта внешняя от компании Roland. Нам нужна именно вот эта вот строчка USB PNP микрофон. Мы ее включаем, и, собственно, все. То есть, out у нас идет выход сигнала на внешнюю звуковую карту, потому что она у меня к компьютеру подключена. Ну, а сам микрофон у нас не через звуковую карту, а просто напрямую к компьютеру подключен. И, собственно, мы нажимаем кнопку REC и начинаем писать нашу тестовую запись. Раз, два, три, четыре, пять. Тестовая запись микрофона FIFINE. Уровень громкости у нас на микрофоне выставлен на 50%. Параллельно я еще пишу на петличку APU TOUR. В общем-то, вот так вот у нас выглядит наша звуковая вот эта вот волна. Давайте увеличим до 100% и посмотрим, как на 100% будет писать данный микрофон. Вы сейчас это все слышите в видео, я это уже вставил на монтаже, я-то как бы послушаю уже потом. Но что-то я смотрю по вот этим вот волнам звуковым, что очень и очень и очень громко он звучит, несмотря на то, что... давайте я немножко убавлю. Несмотря на то, что микрофон у меня находится вот на расстоянии где-то, ну, сантиметров 50 от, собственно, головы, я считаю, что это очень и очень хороший результат. Результат пишет он просто отпадно. Никаких звуковых карт вам получается не нужно, ничего не нужно. Вы просто тупо как бы берете микрофон, вставляете в USB и начинаете вещать. Мне кажется, для стрима это очень и очень хорошо. Ну что же, тестовая запись у нас, наверное, подходит к концу. Не буду больше ничего записывать. Минута с лишним у меня здесь записалась. Я думаю, этого будет достаточно. Ну что же, друзья, вы сами все сейчас увидели и услышали, как пишет данный микрофон. Не знаю, понравилось вам или нет. Я сейчас эту запись прослушал, то, что вы уже успели отсмотреть. Мне очень звук понравился. Просто вот вообще офигенный, просто шикарный. Даже несмотря на то, что у вас в ULIME еще, в принципе, выкручены где-то на 50%. То есть у вас еще впереди есть запас на 50%. Вы можете прибавить громкость, если вдруг, ну допустим, вам нужно это будет или необходимо. Я, если честно, не знаю, в какой ситуации это будет нужно. Потому что, ну, нормальная такая вот запись данного микрофона. Мне кажется, даже процентов на 30 можно выкрутить и вообще будет все супер. Понравилось очень, поэтому я даже решил концовку данного ролика записать именно на данный микрофон. Я, конечно, параллельно записываюсь на петличку, на всякий случай я всегда так делаю. Как вы можете видеть, запись у меня идет на компьютере вот этого всего сейчас действия. Поэтому, собственно, я эту запись и вставлю, смонтирую параллельно с этим видео. В общем, кому интересно, где я его заказывал, я ссылку оставлю на продавца в описании. Считаю, что данный микрофон вполне себе угодный и очень даже хороший для стримов. Вот такой вот вариант. Ну, а на сегодня у меня все. Спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки, если видео было полезным или просто понравилось. Заходите ко мне на канал, смотрите другие мои видеоролики. Подписывайтесь, если хотите. Ну, а я с вами прощаюсь. Всем всего хорошего и до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok